Район Крымской площади. Еще недавно водители эти места старались избегать. Сейчас работы идут вовсю и уже заметны перемены. Здесь хорошую сейчас делаю дорогу. Здесь было вообще убито одни ямы. Сейчас уже лучше намного становится. Здесь я масштабы вообще, конечно. После чемпионата не заглохло. Все продолжается. Даже, мне кажется, увеличивается. Как и чемпионат мира, так и нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» можно сказать, объединил всех и все территории. Вот Тольятти. Улицы юбилейные. Работы уже заканчиваются. Мы положили асфальт очень хороший. То есть меньше ям. Давно ждали, когда положат у нас новую дорогу в две стороны. Отлично сделано. Дорога уже лучше стала намного. То есть хотелось бы, чтобы везде так было. Спасибо. В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведут 247 километров автодорог. Ремонт идет активно не только в крупных городах, то есть на дорогах Самарско-Тольяттинской агломерации приводит в порядок и трассы регионального значения. Вот, к примеру, Каменный Брод. А это уже Лопатина. Нацпроекты – это реальный шанс в корне изменить ситуацию. Объем финансирования в рамках национального проекта на 2019 год – 5 миллиардов 270 миллионов рублей. Однако даже такого, казалось бы, глобального и уже текущего финансирования не хватит, чтобы изменить ситуацию в сжатые сроки. В Кремле решают, что с этим делать. В Госсовете принимают участие представители разных органов власти. Чтобы вынести сюда решение, они тщательно заранее их прорабатывают. Во-первых, не все субъекты достигают установленного параметра в 50% региональных дорог, которые должны соответствовать нормативу. У нас он по национальному проекту средний. 22 субъекта не достигают этого показателя. Хотел бы просить вашего разрешения без дополнительных денег, как и по мостам, включить их в проект, ну, как факультатив, наполняя деньгами, по мере того, как у нас могли бы высвобождаться ресурсы, вдруг и дополнительно что-нибудь возникло бы. На заседании, говорят, для достижения результата готовы менять нормативно-правовую базу. Сейчас можно и нужно планировать работы вперед не на год или два, а на шесть лет вперед. Финансирование предусмотрено. Дороги – тема ключевая как для жителей, так и для развития территорий. Владимир Путин ставит задачу – наконец-то разобраться с ценовой политикой, что происходит. Остается проблемой порядок определения цен, что напрямую влияет на достоверность стоимости дорожных работ. Подрядчики зачастую выходят на конкурс, где заведомо занижены цены на битум, асфальт, асфальт и бетон, щебень, другие материалы. Поэтому компании либо вовсе отказываются от таких подрядов, либо, как им заблагорассудится и как удается, выкручиваются. Что негативно сказывается и на качестве дорог, и на сроках выполнения дорожного строительства. Глава государства не обходит тему и камеры видеонаблюдения. Акцентирует на их роли. В целях установки – снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Специально скрывать и прятать их, чтобы выписать штраф, не нужно. Это подмена понятий. Главная цель любого нацпроекта – это человек. Не исключение и безопасные и качественные автомобильные дороги. Очень важный вопрос – это и вопрос безопасности. Параметры мы себе поставили – снижение смертности на дорогах почти в 3,5 раза. Ситуация, безусловно, улучшается. И те финансовые вложения, значительные, которые регион сделал в предыдущем году, они уже оправдываются и с этой точки зрения – по спасенным жизням. Это бесценно для нас. И я уверен, что новые предложения по безопасности на дорогах, они также будут внедрены и позволят нам спасти еще сотни тысяч жизней. Применяют в регионе и собственный опыт. Сейчас происходит разбор каждого ДТП. Стоит задача понять причины на том или ином месте и в случае вопросов инфраструктуры оперативно их устранить. Такую задачу поставил губернатор перед областным Минтрансом более месяца назад. Она также уже приносит плоды. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова